Проект Международный день спорта на благо развития и мира проходит под эгидой ООН, Национального олимпийского комитета Беларуси и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. В мероприятии в Бресте приняли участие олимпийские призеры, руководство представительства, Управление образования спорта и туризма Брестского облсполкома, а также победители интернет-конкурса сфотографируются с хэштегом «Спорт Брест». В рамках праздничной встречи гости посмотрели видеообращение бронзового призера Олимпийских игр 2012 года Любови Черкашиной. К микрофону приглашались спортсмены для поздравления коллег и на пустовных слов младшему поколению. Любой человек равняется на кого-то. То есть, если, например, возьмем как-то спортсмена, то есть детишки смотрят и понимают, что вот этот человек, его можно потрогать руками, дотронуться до его медали. То есть, если он достиг, почему я не смогу достигнуть? То есть, все реально, главное очень захотеть и стремиться к этому. Важной частью праздника стала акция под названием «Белая карта». Она предполагала объединение атлетов и их тренеров, а также болельщиков вокруг символа, как знака приверженности мирным инициативам на всей планете. Для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо было сфотографироваться с белым листом бумаги и разместить снимок с хэштегом в социальных сетях. Это означало противовес красной карте, символизирующей самые серьезные нарушения, допущенные спортсменам. Идею поддержали все, без исключения гости в спортивного праздника. Встреча стала отличным поводом вспомнить достижения Брещины, обменяться поздравлениями, пообщаться молодежи со своими кумирами в лице олимпийцев. Несмотря на то, что праздник молодой, традиции его проведения в перспективе признаются организаторы. Поводов для такого решения более чем достаточно. Спортсмены, они за мир. Поэтому, ну и сегодня, вот, если спортсмены, все достойные люди, известные в нашей стране на мировых спортивных аренах, если они будут выступать за мир, я думаю, что это будет серьезно. Наш век неспокойный, это очень важно, чтобы спортсмены единой командой говорили свое «я», свое веское слово.